Всех приветствую! В сегодняшнем видео я покажу, как сделать абсолютно любую эмоцию, персонажу без использования рига и скина. Выбираем любую понравившуюся нам модельку. Я уже захожу на сайт Миксама и в разделе Charakter выбираю любого понравившегося мне персонажа. Вы можете взять какого-то своего персонажа, это абсолютно не важно. Сохранируем его и открываем Майю. Берем персонажа, которого мы только что сохранили и драгон дропом просто перетаскиваем в Майю. И вот здесь вверху мы можем выбрать режим отображения. Включить или выключить свет, включить или выключить текстуры. Для того, чтобы сделать нашего персонажа чуть-чуть поярче, для этого в атрибуте мы пролистываем до самого конца. И вот здесь в цвете немножко его повышаем, потому что изначально моделька может выглядеть немного темноватой. Кликаем по нашему персонажу и во вкладке Windows нас интересует Animation Editor. Переходим в него и выбираем Shape Editor. Далее нажимаем на Create Blend Shape и нажимаем на Add Target. Затем нажимаем на вот эту красную кнопочку. Тем самым ставим наш Shape на запись. Далее зажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем наш ползунок на Editor. Теперь мы можем выбрать наши вертексы. Для того, чтобы использовать мягкий способ выбора вертексов, нажимаем английскую плавишу B и выбираем инструмент Soft Selection. И далее мы можем вот так вот перемещать наши вертексы вверх и вниз, тем самым создав уже самый примитивный Blendshape. Нажимаем левую кнопку мыши и выбираем Object Mode. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Перетаскиваем наш ползунок Blendshape и видим, что мы уже создали самый примитивный Blendshape без использования рига, скина и костей. Далее, применяя эти навыки, мы можем заскульптить абсолютно любую эмоцию. И не обязательно обладать какими-то супер навыками скульптинга. Довольно все интуитивно понятно. Самое главное это разобраться в том, какие клавиши нажимать и что за что отвечает. В целом, просто перемещаем наш рот чуть выше, ниже, тем самым делаем грустное или веселое лицо. Для тех, кто раньше не работал с Maya, могут возникнуть, конечно, сложности, потому что это не самая простая программа. Но для тех, кто уже как-то владеет интерфейсом Maya, я думаю, не составит огромного труда нажать на W и переместить наши вертексы вниз. Нажать на английскую E и немного их покрутить. Для того, чтобы увеличить или уменьшить область выделения вертексов, мы нажимаем на клавиатуре английскую клавишу B и сжимаем левую кнопку мыши. И мышкой крутим влево или вправо, тем самым увеличивая или уменьшая область выделения вертексов. Далее процесс интуитивно понятный. Мы просто выделяем какой-то вертекс, перетаскиваем его вверх или вниз, немного подкручиваем и смотрим, что меняется. Здесь мы делаем все на глаз до момента, пока вам самим не понравится. Далее, допустим, мы сделали улыбку. Давайте я ему немножко изменю уши. Также выделяю вертексы. С зажатым шифтом я могу выделить несколько вертексов. И немножко опускаю наше ухо вниз. Также можно немного подправить ему брови, если это необходимо. Таким способом можно сделать морганию персонажу, но это немного сложнее. Для этого нужно чуть лучше обладать навыком спутинга или моделинга. Но в целом самое главное просто опускать веко так, чтобы оно равномерно и закрыло ему глаза. После того, как мы создали наш первый блендшейп, мы можем создать второй блендшейп. Для этого нажимаем Add Target и изменяем какую-либо часть тела, чтобы создать новый блендшейп. Этот метод хорошо подходит также для скульптинга мышц. Допустим, мы хотим как-то показать наростки бицепса на персонажа. Можем санимировать руку и тем самым санимировать блендшейпом ему появление бицепса или какой-то части тела. Тут уже на что фантазии хватает. После того, как мы сделали наши блендшейпы, нам необходимо экспортнуть нашего персонажа. Для этого переходим во вкладку File, Export Selection, предварительно выбрав нашего персонажа и все кости, которые нам необходимо экспортнуть. Как-то называем нашего персонажа. И перед тем, как нажать Export Selection, давайте убедимся в том, что мы нашли галочку Export наших блендшейпов. Ищем раздел Blend Shape. Он находится во вкладке Deform Models. И нажимаем Export Selection. Если у нас есть анимация, нужно выбрать галочку Animation. Далее переходим в Unreal Engine и просто драгон-дропаем нашу модельку в Unreal Engine. Нас интересует Import Morph Target в разделе Advanced. Нажимаем Import All. Наша моделька загрузилась. Это окошко мы закрываем. Сохраняем все это дело. Далее нам необходимо создать Level Sequencer. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши и в разделе Cinematics выбираем Level Sequencer. Кликаем два раза на Level Sequencer. Переходим в Content Browser и перетаскиваем нашего розового персонажа на сцену. Далее из окна Outliner перетаскиваем персонажа в окно Sequencer. И нас здесь интересует Control Rig. Нажимаем Plus Track, Control Rig, FK, Control Rig. И здесь раскрываем вкладку нашего рига. И в самом низу находятся наши два блэндшейпа. Давайте посмотрим, как они экспортнулись. Зажимаем и тянем влево-вправо. 0 это значит, что у нас блэндшейпы не работают. 1 это он работает на 100%. Также можно выходить за значение 1 и оно будет еще больше. Или за значение минус 1. Тогда он будет отыгрывать в обратную сторону. Также мы можем заанимировать наши блэндшейпы. Для этого нажимаем на плюсик. В первом нашем кадре будет 0, а в следующем будет 1. Нажимаем пробел и проигрываем нашу анимацию. Давайте нижний блэндшейп я удалю. Не очень красивый он. Сделаем чуть побыстрее. Добавим еще один ключик для того, чтобы плавность анимации поправить. И в целом у нас получилась вот такая эмоция. Сейчас я работаю над созданием небольшого мультфильма в нейросети. Если нравится подобного рода контент, подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!